Радио Кировград, 16+. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и приветствую гостя нашей студии. Координатор движения «Делай дороги» и член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог Виталий Абрама. Виталий, добрый день. Добрый день. Виталий занимается не только дорожной темой. Темой ЖКХ Виталий занимается тоже. И темой благоустройства. И много-много-много чего ещё. Поэтому мы будем говорить о многих вещах сегодня в ходе нашего эфира. Я напоминаю нашим слушателям, что на сайте хакирова.ру в форме анонсов есть возможность задавать вопросы Виталию. Пожалуйста, задавайте. Мы следим. Виталий, ну, с чего начнём? Благоустройство, дороги. Предлагайте. Предлагайте. Ну, хорошо. Давайте начинать с публикации. На вашем сайте бром.ру делим дорожный миллиард. Это публикация 14 февраля. Ну, не секрет ни для кого, да, что Кировская область продолжает участвовать в программе «Безопасные и качественные дороги». И в этом году на ремонт Кировской городской агломерации, то есть, напомню, это Киров, Слободской и Чепецк, выделено почти полтора миллиарда рублей. Вот. И вы в вашей публикации пишите, что по некой инсайдерской информации, если я верно понимаю, есть опасность, что в процессе разыгрывания этой суммы, да, будет два крупных лота. Один 800 тысяч, а, простите, 800 миллионов и второй 400 миллионов рублей. Да, откуда эта информация, может быть, поменялась что-то за неделю? Пока что ничего не изменилось, но ждем. Аукционы должны, в принципе, на этой неделе появиться на сайте госзакупок на объявление о проведении аукционов. Контракты, соответственно, тоже должны быть выложены. Посмотрим и увидим. В конце прошлого года еще была информация, что хотели разбить напополам, плюс там порядка 10... 600 и 600? Там 500 плюс 500 и порядка 10-11 контрактов для малого бизнеса, для МСП. Посмотрим, что будет в итоге. Ну, как бы, та информация, которая прошла, из нескольких источников, не могу их называть, к сожалению, или к радости для них, да. Ну, есть желание разбить на такие два больших, крупных лота. Виталий, а закон допускает? Ну, то есть, вы сейчас сказали про малый бизнес. Мы же знаем, да, что есть позиции государства привлекать к подобным работам, вообще участию в госзакупках. Ну, смотрите, то есть, в принципе, по 44-м фазе должны быть выделены отдельные маленькие лоты для МСП малого и среднего предпринимательства. Они будут вшиты в эти большие лоты, то есть уже генподрядчик выделит непосредственно для малого предпринимательства. Но, в целом, если мы вам говорим про развитие конкурентной среды, про вообще развитие всей этой системы предпринимательства, в том числе, и в том числе развитие качества, развитие работы заказчика, то с таким укроплением, конечно, никуда это не пойдет, никакие добрые ворота. Почему? Потому что, чем больше лот, тем меньше шансов заявиться у кого-либо из подрядчиков на этот лот, на этот акцион. Потому что и размер обеспечения контракта, то есть, если он будет по минимальной планке, как он устанавливался, там, 10% от суммы, то есть, от 800 вынь до полошадь, там, 80 миллионов, заморозь их на полгода, как минимум. Не все себе могут это позволить. Объем работ, то есть, мы же понимаем, что объем работ предстоит довольно большой. То есть, почти миллиард освоить, грубо говоря, на миллиард этих работ довольно большими нужно обладать возможностями, как техническими, так и всеми ресурсами остальными. То есть, чем это грозит нам? Тем, что люди могут просто не успеть. Люди, та компания, которая может потенциально выиграть этот контракт, еще не объявленный, может не успеть сделать все, на что заявлялось. Да почему? Нет, просто вот посмотрим на опыт прошлого года, да, то есть, тоже такой яркий был случай, на который можно просмотреть и переложить на этот год, да, то есть, что нам грозит. Вот, было тоже два больших лота. Один 420 миллионов, 426, второй 391, по-моему. Но не 800. Да, ну там вот так вот было, да. Собственно говоря, на одном лоте, который был 426, была конкурентная среда тем, что люди заявились туда, то есть, и было падение на торгах на 18%, на 75 миллионов рублей, которые позволили увеличить общую площадь ремонта, то есть, впоследствии, деньги пошли на новые участки. Победил тогда вот в этом лоте, где было падение, гордоромострой, и в целом, который обеспечил довольно неплохое качество ремонта. Напомним, какие участки? О, там много было. Много было. Много, то есть, проспект строителей, ну, очень много было участков. И второй лот, 390 миллионов рублей, где не было падения, в принципе, практически никакого, где заявилось лишь там две компании, одна московская, вторая там тоже какая-то полумосковская. Говорят, чуть ли не с одного IP-адреса. Но, тем не менее, мы не увидели ни падения, ни качества. Вот еще вопрос. То есть, как многие говорят, а что вы нам хотите сказать, что вот если мы разобьем, допустим, на маленькие контракты, это же позволит каким-то непорядочным подрядчикам заявиться и плохо сделать ремонт. Я говорю, слушайте, ну, вот пример, большой лот, какой-то московский, крупный, вроде как подрядчик, да? Сделано все настолько плохо. Но мы не называем эту организацию, мы ведь можем ее назвать агентством. Компания АРПЭТ, агентство какого-то там развития, перспектив, ну, что-то такое, да. Они в итоге зашли, отдали все на субподряды областному Пет-Автодору. Ольга Куземская, подсчитала тогда в одном из своих публикаций, Ольга Викторовна, по-моему, да, благо уже ее нет в Кировской области, подсчитала тогда в одном из своих ответов на дебютантский запрос, что если бы Вет-Автодор заявлялся, то была бы экономия достигнута порядка, еще плюсом, там, 120, по-моему, 130 миллионов рублей. То есть это конкуренция дает, снижение цены и, в принципе, увеличение качества, потому что у людей появляется мотивация работать лучше. Когда у нас укропнение, мы прямо понимаем, что укропнение происходит под кого-то всегда. Вот всю жизнь, по опыту госзакупок всего времени, всего мира, наверное, в данности, в частности, в нашей стране, любое укропнение такого рода происходит под какого-то конкретного подрядчика. Кто это будет сейчас, в этом году, вот посмотрим, и что выложит, да. То есть у нас уже готово заявление ФАС, рыба-заявление. А, то есть вам осталось только название компании? Название компании, аукционов, если будет такая история, конечно, мы пожалуем с ФАС. Потому что вот есть, мы же понимаем, что есть законодательства нашей страны, там, закон о закупках, о защите конкуренции. Вот как раз такие вещи, они, в принципе, напрямую нарушают. Но это, ну, ограничивает возможность участия и соперничества и все прочее. Президент, президент про это говорит. В своем указе в декабре о развитии предпринимательства, конкуренции и все прочее. Поэтому давайте просто слушать. Владимир Владимирович. Ну, конечно, кого еще. Виталий, все-таки вот перспективы заявления ФАС, рыбы которого уже готовы, они каковы? То есть вы же и в прошлом году протестовали, насколько я помню. Нет, мы не стали представить в прошлом году по поводу именно разбивки, так уж вышло. Но в этом году, я думаю, что нужно правильно подходить. Если все будет так, как указано. То есть у нас, мы понимаем, что возможно деление в общем, в общей массе это территориальное. То есть как можно там разбить вот эти много-много-много участков, которые разбросаны по всему городу на такие большие лоты. Это нерационально. Если это рационально, то пусть те люди, кто это возможно, мы, конечно, не знаем, да, то есть предположение, пусть нам докажут, что это правильно. Законодательство и мнение, и экспертное сообщество, и судов самых высших, и президента, и здравого разума говорит об обратном. Так, на этой неделе мы ждем выложенного задания, да? Должно, да. Должно появиться. Будем смотреть, что получится. Ну, Виталий, раз уж мы заговорили про ту компанию, которая в прошлом году нас подвела, давайте напомним, с каким участком она максимально подвела кировчан. И что с ним вообще будет теперь? Тот самый участок, Киров, русская. Так, дороги. Ну что, очень плохо все сделано. Даже до того дошло, что господин Менькин, даже он не смог принять полностью участков этот участок и 5 километров верхнего слоя не принял в итоге. Это сантиметров. 5 километров. 5 километров. Я поняла. За него недоплачена какая-то сумма, порядка 13-15 миллионов рублей. Компания возвращается весной к нам? Здесь вопрос. Так, а как это выяснить его можно? Так вот, увидим, пойдет весна к нему. А вы вопросы задавали? К кому? К кому? У нас новый директор дирекции дорожного хозяйства есть. Кстати, мы его еще не видели. Еще не познакомились. Скоро познакомились, надеюсь. Нет, здесь вопрос в другом. То есть, безусловно, ну что он может сказать? Да, будем работать с этим подрядчиком, претензии и все прочее. Это же все оформлено, чтобы заставлять нам переделать. Ну, захочешь ли подрядчика все заезжать? Зачем ему это? Виталий, а если подрядчик как раз окажется в числе участников конкурса на этот год, он может вообще оказаться? Да как-то никто не запрещает. Несмотря на количество претензий и то, что не справился с работой. Какие претензии? Все хорошо. Все хорошо. Понятно. В целом, еще вопрос у меня по дорогам будет по поводу выбора участков. Мы уже обсуждали эту тему. Насколько я понимаю, далеко не все участки, которые заявлялись, так скажем, как потенциальные участки для ремонта, из-за которых люди голосовали в том числе на сайте администрации и на сайте ОНФ. По-моему, проект у них называется «Карта убитых дорог». Как-то так она называется. Нет? Далеко не все участки попали в число тех, которые будут ремонтироваться. Вот тут большой у меня вопрос по поводу того профанации все-таки, вот все эти конкурсы, там, карты и прочее. Или это такой, ну, не знаю, там, все-таки инструмент вовлечения людей? Ну, слушайте, все же стоит отметить, что довольно большое количество участков, за которые люди проголосовали, они попали. То есть процентов 70, по-моему, или 60? Где-то так. То есть мы посмотрели этот список, который размещался уже, и увидели, что улица Черепскинцев, Стаганская, Торфяная, Пристанская, улица Крупской. За каждый из них было более 300 голосов, а улица Крупская вообще более 1000 голосов было. То есть они не попали. По какой причине, второй вопрос, ну, может быть, там необходим капитальный ремонт, да, но, тем не менее, я думаю, вполне возможно сделать какой-то вид ремонта, потому что вспомнить прошлый год улицу Луганск, вот там маленький отрезок, да, вот полкилометра, ну, там дороги фактически вообще не было. Я думаю, что если будет конкуренция на торгах, то вот эти, как раз, участки первые на очереди, я думаю, чтобы сделать на сэкономленные деньги. То есть если мы выгадаем какую-то сумму, да, во время розыгрыша лотов. Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги» и член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101FM Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги» в нашей студии. Виталий, хотелось с темой дорог закончить, но не получится. На нашем сайте есть вопрос от слушательницы Екатерины, которая спрашивает у тебя все-таки, все-таки, есть ли информация, почему не вошла в список дорог улицы Стахановской. Она была лидером, как ты говорил, да, в администрации ничего не отвечают и советуют активно голосовать в 2018 году. Нет, у нас тоже нет ответа. Мы спрашивали, ответа нет. То есть они не обязаны объяснить? Ну да. Они и администрации, и дирекции дорожного хозяйства не обязаны отвечать. Ну что, они вот решили, у них есть ограниченная сумма, там, миллиард 187 миллионов рублей. Миллиард 200. Миллиард 200. У них есть максимальная установлена стоимость ремонта Минтранс, там, 1247 рублей с коротного метра. У них есть общее количество дорог, которые не соответствуют нормативам. Ну, они каким-то образом это выбрали. Где-то что-то, да, они увидели. Ну, вот, видимо, не заметили пять улиц. Я тебе говорю, да, что голосование вот вызывает вопросы, потому что улицы, за которые отдано больше всего голосов, многие, некоторые из них не попали. Чисто говоря. И тогда непонятно вообще, зачем снова ходить голосовать. Вот вас теперь будут звать на выборы голосовать, и там проголосовать за следующие участки. А мы про выборы-то сейчас поговорим. Да, Екатерина, да, это была первая часть вопроса. Екатерина также спрашивает по поводу печного топлива. Такое ощущение, что его вместо автобусов сейчас заливают в КамАЗы от САХ, да, спецавтохозяйства, которые оставляют после себя едкий дым. Имеется в виду машина, которая город убирает, я так понимаю. Ну, во-первых, не вместо автобуса, а одновременно и в автобусах просто не муниципальные. Там же лишь половина автобусов это муниципальные, а ТПшные, да, а остальная половина частные. Большие участники, которые работают на соплодряде, как раз на самых ужасных базиках, которые не ремонтируются, там, нужным образом, не заправляются чертами ничем. Они работают на соплодряде, на каких-то условиях. Они продолжают, как мы видим, заправляться вот этим странным, так скажем, топливом, которым невозможно, не ездить, не дышать. Так, 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 так. Но тема-то давно ведь выплыла уже в общественный пункт. Тема давно выплыла, давно прошли обыски, давно прошли обыски на ТП, там, замдиректора, по-моему, до сих пор под домашним арестом, но, как бы, директоры продолжают занимать свое место. Удивительно, неправильно ли, да? Да. Давно, конечно, это нельзя, но проконтролировать их, вот, насколько я понимаю, ни ГИБДД, ни какие-то там экологические надзоры, вот, постоянные контроли развивать не может. Ну, допустим, поради примера, который мне там очень интересно, приезжаю какая-то вот с проверкой на предприятие, да, где стоят эти автобусы, там, либо ВТП, либо куда-то еще. Проверяю всех там выезжающих. Контроль уехал, эти все пазики поехали. Ну, они просто немножко подтормозили, грубо говоря. Немножко подождали. Подождали, пока вы едут. Усиливать контроль, конечно, надо, и усиливать штраф. То есть сейчас штраф 500 рублей. Господи, боже мой, ну, проще, дешевле, выгоднее заправить пищу на топливо, заплатить штраф 500 рублей и ездить дальше. То есть это окупится буквально за первые, наверное, полчаса-часа езды этого автобуса. Не знаю, ответили ли мы Екатерине на ее вопрос. Не очень радостная перспектива. Ну, почему другие автомобили, ну, потому что отсутствует контроль. Нет, ну, она не утверждает, она предполагает. Ну, допустим, да. Мы не можем утверждать. Мы не можем утверждать, но вот четко я вижу, что эти же пазики, они катаются, продолжают на этом топливе. Ну, судя по выхлопу, конечно, может, там, масса других проблем в топливной системе, там, не настроенных, там, дизель. Ну, старые же они, да. Пазики старые. Износ шины, да. Здесь вопрос-то в чем? На самом деле действие вот этого контракта на маршруты, который уже несколько лет как разыгран. Два крупные предприятия, это АТП и АТХ, его взял, он, говоря, на свое обслуживание, эти маршруты, и закончится в 2019 году. То есть еще год подождать. Два. Ну, полтора. До этой разбивки. Но сейчас мы видим, что есть, допустим, АТП муниципальные. К ней больше всего вопросов, да, то есть и к их суппозречикам. Потому что мне точно известно, что главные вот эти виновники этих выхлопов, они очень близки к руководству АТП. Это именно те предприятия, которые очень близки. Ну, потому что, сами понимаем, почему, да, всем. Можно просто расторгнуть с ними контракт и заключить по новой, вот с этими судподрядчиками. Это можно сделать АТП в любой момент. То есть за две недели это все расторгается, заключается по новой. И уже с теми, кто показывает какое-то там качество. Уже с теми, кто ездит на хорошем топливе. Ну, мы знаем прецеденты, когда там частные перевозчики довольно неплохо умудряются ездить и переводить свои автобусы на газомоторное топливо, имея при этом не самые выгодные маршруты, мягко говоря. Потому что самые выгодные они либо у АТП муниципального, а еще там выгоднее как раз у этих близких перевозчиков. Виталий, я правильно понимаю, что заставить каким-то образом и там замерить выхлопы и прочее, вот это нереально. Почему? Все реально. Просто нужно, чтобы этим кто-то занимался постоянно в таком случае. То есть мы имеем службу контроля надзора. Я так понимаю, что они не могут себе позволить 24 часа в сутки бегать за каждым пазиком. Видимо, не могут. А если бы и могли, то еще раз говорю, что штраф по капу идет 500 рублей. То есть вопрос к законодателям раз. Давайте увеличивать штраф за такие нарушения. Ну, пусть он будет не 500 рублей, а 50 тысяч рублей. Тогда бы возникнуть вопрос, стоит ли вообще заправлять, то станет невыгодно. Ну да, тем более, что и пазик тоже гробится, хоть и старый, да? Ну, вопрос-то, конечно, на пазику. Если он себя окупает на таких условиях довольно быстро и покупается такой же старый, но и ездящий пазик, да? Либо какие-то там меняются за обчасти. Виталий Брам, член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог, координатор движения «Делай дороги» в нашей студии. Мы продолжаем, но сейчас не про дороги будет вопрос, но про выборы. Итак, собственно говоря, выбрали 93 участка для рейтингового голосования по программе. Еще одной программе, как я понимаю, федеральной, формирование комфортной городской среды. Речь идет об общественных пространствах. И вот, значит, эти 93 территории общественных, в числе которых и скверы, и какие-то там парки, зеленые зоны, и даже тротуары. Из этих 93 территорий мы должны будем выбрать ограниченное количество участков, на которые хватит денег, поступивших в рамках федеральной программы. И происходить эти выборы будут одновременно с выборами президента 18 марка. 122 участка будут в Кирове работать и голосовать. Можно будет аж с 14 лет. Ну, понятно, с паспортом, да? Во-первых, вопрос. Круто. Во-первых, вопрос. А совместили зачем? Ну, понятно, да, вот есть то, что на поверхности для экономии государственных средств. Конечно, а как же? Не для повышения же явки. Ну что, мы же не можем такое думать. Все и так придут, проголосуют. Да, да, да. Народ у нас активный. Очень, да, активный. Верит. Верит в то, что будет все хорошо. Так. Продолжает верить. Ну, то есть ты не допускаешь, что здесь какая-то такая вот хитрая какая-то была схема, да? Какие могут быть хитрость? То есть люди благое дело совершают, дают людям право выбора, хотя бы участков. Хотя бы участков. За ним был такой интересный комментарий. Если вы своего управленчей компанией выбрали, можете какого президента вам доверить выбрать? Где был комментарий? В одном из их там порталов. Информационных. В пабликах, да, в каких-то соцсетях. Понятно. А что обсуждение, как раз, выбор управленчей компанией, проблем, как вам можно доверить управленчей компанией, президента выбрать, если вы даже управленчей компанией выбрать себе не можете. Ну, что я могу сказать, то есть Реддит маловато. Ну, какие, что такое, там, у него три участка. Это включают тротуары, я просто впервые слышу об этом. Ну, насколько я понимаю, да, потому что говорится о том, что бюллетень будет разделен на три части. Ну, нет денег на все тротуары сразу же, мы же понимаем, что программа до 2022 года будет работать. Да, вот эта программа безопасная, качественная среда, да? Комфортная. Комфортная, да, комфортная, ну, качественная, комфортная. Вообще странная программа. Почему? Там больше трети, почти половина идет на дворы, частную территорию. Какого черта мы платим за частную территорию? При всем уважении, но мы никогда ни в одной программе у нас, судя по той программе, по тем финансам, которые в нее вливаются ежегодно, мы никогда не сможем отремонтировать все дворы. То есть какие-то дворы лучше, какие-то хуже. Ну, кто это оценивает и почему? То есть кто-то лезет в частную территорию. То есть люди, если хотят жить на плохой территории, они там будут жить на плохой территории. Если хотят жить на хорошей территории, они скинутся там деньгами и сделают себе нормальный ремонт двора. А вот эти деньги федеральные, то есть общие, бюджетные, мы бы должны потратить на тротуары, на общие территории и на общественное пространство. Это как бы логично. То есть кто, почему кто-то где-то в какие-то дворы, как они выбираются, кем они выбираются, кто там как участвует. Глупости какие-то. Виталий, но вот эти 93 территории, это как раз общественные пространства и тротуары. То есть там был разделен прием заявок как раз на две части. То есть одна по дворам и одна по общественным пространствам. Ну да, последующий раз в displaying дневную долю занимают там дворы, которые в этой деньгами было бы замечательно. Я против ремонта дворов за бюджетный счет, безусловно. Потому что дворы — это частная собственность. Потому что твой двор не отремонтируют, а двор там Петя отремонтируют. Почему? Будет обидно. Ну, не то, что обидно, это глупость какая-то. Нерационально. Мы же понимаем, при этом, при всем мы имеем абсолютно разрушенные тротуары во всем городе, абсолютно разрушенное общественное пространство во всем городе. Даже недавно отремонтированное, какие-то очень странные выглядят. Хорошо, Виталий, но вот 93 территории — это не означает, что 93 будут отремонтированы еще раз, да? Из них выберут самые популярные, на которые, да нет, может быть, побольше. Нет, я вот сейчас смотрю скверы, конечно. Ну, в прошлый год было сколько скверов отремонтировано? О, я, честно говоря, не припомню, не очень много. В Парке Победы что-то сделали. В Парке Победы что-то делали, да, еще где-то немножко делали. Кроме того, чтобы украли парк, это сделать, да. Так, Виталий, мы эту тему не будем поднимать, так. Что-то еще там делали, буквально. Ну, вот столько же территории здесь отремонтируют. Выберут немного. Выберут эти участки на участках избирательных, не выберут никакого разницы. Виталий, как ты думаешь, ну, вот здесь все будет прозрачно, то есть те территории, которые наберут значительное количество голосов, они и будут выбраны? Да какая разница. А, ну, вот так. Да кому какая разница эти территории? Ну, то есть, слушайте, территорий неблагороженных очень много. Ну, вот мы имели опыт, допустим, прошлого года, позапрошлого года, по онлайн-голосованию. Ну, то мешает все это усложнять, там, все прочее. Сделайте такое же онлайн-голосование. Тогда, если говорить про эту тему, использование этих выборов территорий для какой-то там повышения явки на выборы. Возможные повышения. Ну, если кто-то хочет использовать... Ну, онлайн-голосование, видишь, могут ведь накрутить. Вдруг человек будет голосовать один. Действительно. Бегать, бегать к своим знакомым и везде голосовать за один и тот же сквер, понимаешь? Чтобы с разных IP. Да даже проще можно сделать. Можно? Можно. Виталий, хорошо. Но рисунок маловато. Хорошо. Все очень круто, все хорошо. Еще один вопрос. Денег нет. Вот на старте вообще выбора вот этих вот территорий, в целом, кировчане направили, это просто в подтверждение твоих слов, 37 141 предложение по благоустройству общественных пространств. С такими темпами мы когда все благоустроим? Через сколько лет? Никогда. Никогда. Ну, нет. Благоустроим, когда изменится парадигма, видимо, вообще жизни нашей общества. Не какой-то власти аморфной, а общества всего. Когда людей станет важное, да, то есть, чтобы их парк, там, рядом с домом сквер, тротуар, да, двор, это важный аспект их жизни, в которой они живут. Они не просто закрывают двери за собой дома, и там как будто ничего нет. Апокалипсис произошел уже как будто. А я в домике. А я в домике. Когда произойдет изменение вот этого сознания, тогда и выборы будут честные, прекрасные, конкурентные. Тогда и пространство будет общественно развиваться, зарплата будет повышаться и так далее. Вот с этого все. Пока люди закрываются от всего окружающего мира у себя в маленьком домике, никаких изменений ждать вообще не стоит. Ну, вообще никакого. Это нелогично. Такого не бывает в мире. Ну, вот посмотрите на мир, такого просто не бывает. Виталий, мы должны прерваться. У нас рекламная пауза. Две минуты и вернемся в студии. Особое мнение на 101FM. Виталий Брам, координатор движения «Делай дороги» и член рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашей студии. Мы в перерыве продолжаем. Длинные, белокие. Да, длинно. Ну, ладно. Человек. Больше не буду. Человек. В перерыве продолжаем обсуждать, да, в том числе городские темы. Виталий, все-таки я бы хотела еще немножко тему с благоустройством общественной территории давить. Вот в какой связи общественный народный фронт, насколько я понимаю, инициирует такую штуку, как открытый конкурс по созданию элементов благоустройства территорий. То есть говорится, что все вот эти вот программы по благоустройству, да, понятно, они разыгрываются, потом проходит непродолжительное время, начинается, значит, работа. Вот все выбирают типовые какие-то проекты, желтые лавочки и прочее, прочее, прочее. Все это некрасиво выглядит как-то, ну, мягко говоря, не знаю, там, не совсем, может быть, оригинально, нарядно и прочее. И вот давайте мы подключим к этому делу дизайнеров, общественников, там, кого угодно, студентов. Слушайте, ну, давайте посмотрим, что творится. Вот в нашей стране есть там территория, опережающая развитие. Говорю про Москву. Вот там чего кого-то там подключают, каких там общественников? Ну, у Москвы есть деньги на дизайнеров. Ну, так а без денег-то ничего не будет продукта хорошего. Ну, как бы мы не хотели, но на чистом, единичном там порывах каких-то альтруизма мы продукта хорошего в итоге-то не получим. Мы можем в соответствии с большой работой по разработке общей концепции, там, стратегии, проекта, там, развития территории, улиц, ну, чего угодно, пространства, мы можем сделать какой-то опрос, там, используя там мнение и экспертного сообщества, и жителей, и все прочее. Это, конечно, да, но должна быть организация какая-то, желательно компетентная организация, которая разработает этот проект. Ну, в общем, мы все-таки... То, что делают в Москве, это нормальный путь, к которому пришел весь мир. Вот так и все работают. Именно так, именно поэтому получается на выходе продукт качественный. Ну, в общем, общественность, подключение общественности не исключено, но итоговый вариант все-таки оформлять и выбирать должны специалисты. В том числе и вот эти дороги, которые мы говорим, выбор, мы выбрали дороги. Да, господи, у нас, ну, огромное количество дорог, которые нуждаются в ремонте. На все деньги денег не хватит. Естественно, выбирать должны специалисты по тем четким алгоритмам, то есть, где трафик выше, где значимость выше. Ну, потому что на все деньги там не хватит, какие-то дороги оставаются без ремонта. Поэтому там только полагаться на общественное голосование не стоит, на самом деле. Ну, не стоит. Ну, на самом деле, просто никто не хочет ничего делать, поэтому здесь это единственный вариант, как-то объективно более-менее оценить, то есть, что нужно ремонтировать. Потому что никто не хочет оценивать правильно. Мы просто не знаем. Ну, как бы, никто не хочет делать правильно, вот и все. Ладно, еще одна тема у нас. Еще одна тема у нас, я прошу прощения, да, очень мало времени, 4 минуты остается. Тема, связанная с управляющими компаниями, предложил обсудить ее ты. Сюжет наших коллег, девятка, улица Волково, дом 3, корпус 1. История следующая. Люди неожиданно для себя узнали, что сменили управляющую компанию. Управляющую компанию Ленинского района на управляющую компанию «Вятку-юют». Когда пришли платежки. Да, человек, вторые, двойные. Человек, который якобы инициировал эти изменения, на самом деле в тот момент лежал в больнице, реабилитировался после инсульта, то есть явно не мог бегать за документами по соседям и собирать подписи. Вот это вот что? Ну, понятно, сейчас будет долгое разбирательство, скорее всего, может быть, признают протокол собрания недействительным. Люди останутся в прежней управляющей компании, управляющей компанией Ленинского района, которую ты очень любишь. Очень люблю. Прекрасная компания. В кавычках. Так. Ну, тогда радоваться мы должны, что люди ушли. Нет, смотрите, то есть здесь имеет место, на мой взгляд, уголовное преступление. Подделка официального документа, подделка подписи. То есть какие-то люди захотели заработать денег, захотели отжать дом. В данном случае слово отжать, наверное, наиболее объективно описывает ситуацию, да, потому что просто взяли, подделали протокол. Дом не один такой. Соседний дом вообще был инициатором какой-то мальчик 11 лет. И это лишь два дома, которые известны. Я знаю еще про третий дом по такой же схеме. То есть просто нарисовали этот протокол. Люди ходили в ГИЖ и в управляющую компанию. Дайте нам, покажите, где подпись. Наши. Наши в том числе. Ну, может, мы не подписывались, может, у нас дома не было, ну, кто-нибудь другой. И соседи так не дали. Как? Говорят, а вот нет у нас что-то такое, сейчас поищем вопрос. И не нашли. Да, вопрос, как ГИЖИ, там же есть лиценная комиссия, где тоже порядка 10 человек, замечательных людей. Господин Улейтин, вот центр общественного контроля, в том числе и в ней. Еще там ряд известных людей нашего города. Ну, как это все проходит в ГИЖИ, как принимают решение на основе чего? Протоколы поддельно? Ну, тогда и здесь есть система, где-то нарушена ошибка. Подожди, но они же там не графологи, они же не сверяют подписи с образцами на других документах. Плохо. А должны? Ну, в данном случае, если они даже не могут предоставить общий список подписантов, хотя он уже должен быть выложен, он не выложен. Выложен только один протокол, где подпись вот этого Владимира, который был якобы, дескать, инициатором, секретарем этого собрания, представителем собрания. Насколько я знаю, Владимир уже написал заявление в МВД прокуратуру. И сейчас будет проверка? Сейчас будет проверка, проверка покажет. Буквально вчера был случай, читал в Ленинде новостей, когда в Саратове, в Саратовской области уголовное дело завели по подобному случаю. Виталий, я прошу прощения. Самое смешное, что компания «Вятка Уютка», которая взяла ее дом, то есть хозяин этой компании… Еще непонятно взяла ее или нет. Хозяин, ну, официально уже там, официально в списке, в лицензии, а формально уже в ней. Поэтому здесь это вопрос. Хозяин этой первой компании является замдиректором у Калининского района сейчас. Такая вот катавася. Какая интересная и хитрая история вообще происходит. У нас немножко по-другому все происходило в доме, где живет моя мама, я об этом говорила. Вот, ну, в этой ситуации у меня вопрос только один. Как людям-то быть? То есть людям приходят двойные платежки, они вообще не знают, куда идти, за что платить. Дозвониться, вот прости, пожалуйста, дозвониться не до одной управляющей компании, ну, практически нереально. Дозвониться до госжилинспекции тоже не всегда получается. Дозвониться ножками, везде не набегаешься. Ну, слушайте, а деньги-то платить тоже не надо? Нет, деньги платить надо. Кому? Вот вопрос. А если еще и обслуживания нет? Я был у этих людей в этом доме на Волково, там было собрание, которое собирало у Калининского района, которые говорят, ой, да что вы, это все неправильно, давайте к нам такие все веселые. Я говорю, а что это у вас происходит, хоть объясните. А к ним пошли вопросы, а почему двор не убирается? Вы уже убираете? Мы. А что плохо убирается? Ну, почему работа не выполняется? То есть они все рады собирать деньги, распихивать их, куда попало. Но отчитываться никто не хочет. Хорошо, людям что делать в ситуации, когда двойные квитанции? Я бы не платил. А, потом насчитают долгов тебе. Потом насчитают долгов. И приставы придут. И приставы придут. Но здесь, если будет факт уголовного преступления, то здесь можно будет как-то отыграть. То есть можно не платить ни тому, ни тому, пока идут разбирательства? Я бы не платил ни тому, ни тому. Я бы вообще за такие услуги, за такое обслуживание не платил бы вообще никогда. Хорошо. Да, Виталий, полминуты буквально. Вот ты знаешь какой-то тайный телефон госжилу инспекции, по которому всегда можно дозвониться? Нет. Понятно. Нет. Виталий Брама, общественник, координатор движения «Делать дороги» в нашей студии. Ну, в этой ситуации очень важна. В нашей студии. Очень важна. Он не знает. Можно выбрать ту управляющую компанию из тех каких-то кошмарных управляющих компаний, которые бы оказывали услуги. А для этого опять нужен контроль. Без контроля ничего происходить не будет. То есть люди готовы платить ежемесячно, но контролировать свои деньги не хотят. Поэтому они получают то, что получают. В общем, контроль, 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 говорят члены рабочей группы по общественному контролю. За ремонтом и содержанием дорог Виталий Брам. Мы прощаться должны со слушателями. У нас время, программа подходит к концу. Я, Виталия, благодарю. Анна Лупшина, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания, дорогие. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok